Артиллерийский залп у стен Петропавловской крепости эхом разлетается над разведенными мостами. Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и далее вверх по течению. Они как часовые на посту встречают парадный строй из двух десятков военных кораблей и катеров. Непокорный Нева тут же напоминает о себе отбойной волной. Противодиверсионные катера проекта «Грачонок» успешно преодолевают реку на скорости в 9 узлов. Впервые за последние дни проведения тренировок здесь, в акватории Невы, на десантном катере Алексей Баринов, который открывает историческую часть парада, установили копию ботика Петра Первого, символ зарождения российского военно-морского флота. Сводная тренировка сродни предзащите диплома, когда еще можно внести коррективы. Хотя, например, новички парада, малые ракетные корабли «Зеленый дол» и «Одинцова» Балтийского флота прошли без замечаний. Фарватер на реке, он очень неширокий. И для морских кораблей, которым привычные просторы, и у которых радиус циркуляции больше, чем ширина Невы, конечно, здесь сложно. Но сегодня все прошло так, как должно быть, дистанции выдерживались. Все по времени прошло именно тогда, когда это надо было. Военным кораблям большего водоизмещения есть, где развернуться в акватории Кронштадта. Вдоль причальной стенки проходит и новейший корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота, и гордость северного большой десантный корабль «Петр Маргунов». Все как один строго держат строй с минимальной дистанции полтора кабельтова. Поворотная дистанция 28 кабельтовых. Чтобы выйти на курс и в точно назначенное время присоединиться к парадному строю, большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» с рейда в Финском заливе выдвигается заранее. Штурманская группа уже все рассчитала. Кроме карты и средств навигации, есть и другие ориентиры. Например, морской собор Кронштадта. Мы проходим мимо него, его очень хорошо видно, и он служит нам одним из ориентиров, когда мы проходим дамбу. Его прекрасно видно со всех сторон. Внешний облик кораблей хоть сейчас на парад. Блестят свежей краской флаги рассвечивания, личный состав в белоснежной форме. Вытянулись по струнке. Этих людей мы подбирали в основном по ранжиру, то есть по росту. По росту для того, чтобы, скажем так, на верхней палубе было ровнение, ровнение личного состава. С интервалом в 20 секунд на точки показа выходят и вертолеты морской авиации. Здесь и противолодочные К-27, и штурмовики К-29, флотские трудяги Ми-8, и новичок парада разведывательно-ударный К-52К с механизмом складывания лопастей. Вертолеты передают парадную эстафету. Над него и проплывают самолеты-амфибии Би-200, дальний противолодочный Ту-142 в компании с истребителями и тактическими бомбардировщиками. Воздушную часть парада эффектно замыкают штурмовики Су-25. И без того заметные в день главного военно-морского парада они окрасят небо над Петербургом в цвета российского триколора. Роман Закурдаев, Дмитрий Филиппов, Александр Чамур и Александр Петров. Телеканал «Звезда», Санкт-Петербург, Кронштадт.